МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Давайте разбираться, какова ситуация сейчас в Тверской области со зрением. Так получилось, что в Тверской области проживает большое количество пожилых людей. Соответственно, и превалируют заболевания, связанные с возрастом, в том числе и глазные болезни. Это катаракта, глоукома, взрастные изменения сетчатки. Поэтому мы наблюдаем именно такие вот заболевания. Но есть сейчас еще такая позиция. Все-таки наши дети часто пользуются гаджетами. Да и взрослый человек постоянно смотрит телевизор, работает за компьютером. В этой связи какие изменения происходят? Совершенно верно. Раннее развитие детей, это то, к чему мы сейчас стремимся, откладывает свой отпечаток и на здоровье глаз. Ребенок рождается дальнозорким. То есть он не очень хорошо видит вблизи, не очень хорошо видит на дальних расстояниях, но хорошо смотрит, наблюдает на средних расстояниях. Мы же сажаем его за чтение, за рисование с ранних лет. Соответственно, глаз, природа приспосабливаются к этому явлению в социуме. И потихонечку, поколение за поколением, близоруких детей становится все больше и больше. Гаджеты, телефоны тоже приводят к спазму аккомодационных мышц. И по цепочке, по цепочке происходит развитие близорукости. Тогда, когда нужно обращаться к специалисту, чтобы вовремя обнаружить нарушения и начать лечение? На самом деле, детишек начинают наблюдать уже в первый месяц жизни. И сейчас оборудование современное позволяет диагностировать очень рано различные нарушения рефракции, бесконтактно, совершенно не дотрагиваясь до малыша, смотреть за сетчаткой глаза и ставить диагнозы вовремя. И, соответственно, вовремя начинать лечить. Или хотя бы предвидеть, что будет дальше с этим ребенком. А если мы будем говорить о взрослом поколении? Взрослые пациенты должны обращаться к офтальмологам, как только появляются какие-то жалобы. Жалобы могут быть разного характера. Снижение зрения вдали, вблизи, появление каких-то вспышек, пятен, плавающих точек перед глазами, ощущение давления в области надбровья. И даже когда есть какие-то заболевания в семье, например, глаукома. Если пациент знает, что в роду есть такое заболевание, значит, после 40 лет, раз в 3 месяца, он приходит и измеряет внутриглазное давление. Ирина Сергеевна, всегда ли наследственность играет такую огромную роль? Многие глазные болезни, они имеют наследственную предрасположенность. Та же самая близорукость. Редко бывает, когда у папы и у мамы есть близорукость, у ребенка нет. Глаукома, повторюсь, это тоже такое наследуемое заболевание. Ну и некоторые виды дистрофии сетчатки. То есть наследственность, несомненно, играет роль. Мир не стоит на месте. В том числе, инновации нам помогают решать разные проблемы. В том числе, я думаю, что и в области лечения нарушения зрения. Вот какие сегодня применяются методы для того, чтобы человека быстро вернуть в жизнь? Во-первых, хочется сказать, что сейчас оборудование позволяет диагностировать различные патологии на самых ранних сроках. Это очень-очень важно. Появились оптические когерентные томографы, которые ставят различные заболевания на сетчатки вовремя. Вовремя мы начинаем их лечить. Та же самая глаукома. Если раньше это все диагностировалось на поздних стадиях, соответственно, и лечилось, то сейчас мы очень рано, даже до появления жалоб у пациента ставим эти диагнозы и успешно лечим. Хорошо. Например, когда нужно делать операцию? Или можно обойтись очками или линзами? Можете нам пояснить? Да. Все зависит от конкретного диагноза, от заболевания. Есть заболевания, диагностировав которые, мы говорим, что вам нужно срочно прооперироваться. Есть заболевания, поставив диагноз, мы смотрим, наблюдаем за пациентом. То есть это диагнозы, при которых нет экстренных показаний для оперативного лечения. И тут большую роль играет социум, в котором данный пациент обитает. Что это значит? Например, если пациент часто находится дома, он не работает, он не водит машину, соответственно, он не нуждается в таком остром зрении вдаль. И поставив диагноз, допустим, катаракта, он может терпеть, ходить и ждать того момента, когда ему это уже будет доставлять много дискомфорта. И тогда пойти на операцию. Есть категории пациентов, например, водители, для которых снижение зрения вдаль – это, в общем-то, катастрофа, это выход из профессии. И в таком случае при каких-то малейших нарушениях зрения вдаль мы уже рекомендуем им прооперироваться. 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 Да. Очки тоже. Всё зависит от желания пациента. То есть у врача, я считаю, не должно быть целью прооперировать пациента. Приходит пациент с жалобами на снижение зрения. Мы должны предложить ему много вариантов, и он уже сам начинает выбирать. То есть вариантов, на самом деле, достаточно много. Если мы берём близорукость, дальнозоркость, начинаем с очков. В очках походил – надоело. Линзы контактные – походил – надоело. Ночные линзы. И потом потихоньку пациент может решить, что он хочет уйти от зависимости от вот этих вот аксессуаров, скажем так. И мы предлагаем проведение рефракционной хирургии. А может быть, он и не захочет, и совершенно спокойно будет продолжать пользоваться очками, контактными линзами. То есть здесь зависит от желания. От желания. И я думаю, что от самого специалиста, с которым постоянно взаимодействует пациент. И к нам часто поступают вопросы, вот как найти того специалиста, которому можно довериться, который действительно поможет. Ну, я думаю, что большое значение имеет так называемое сарафанное радио. То есть отзывы близких, каких-то знакомых. Если вы выбираете клинику, учреждение, в котором будете впоследствии наблюдаться, учреждение должно обязательно иметь лицензию. Очень хорошо, если учреждение предлагает большой спектр услуг для того, чтобы был выбор у пациента. Качественное медицинское оборудование. Ирина Сергеевна, но видов лазерной коррекции очень много. Как все-таки выбрать тот вариант, который точно подходит человеку? Здесь нужно исходить из показаний. То есть предварительно мы проводим большое-большое диагностическое исследование, на котором определяем особенности параметров глаза. Смотрим, что подходит пациенту, есть или нет у него противопоказания для конкретного вида лазерной коррекции. Ну и все это сопоставляем с образом жизни пациента. И тогда вместе выбираем то, что ему подходит. То есть здесь важно учитывать и пожелания пациента, и медицинскую такую часть, что можно сделать этому пациенту. Расскажите про свою команду. Вы сами практикующий врач, о людях, которые возвращают зрение в вашей клинике. Кто они? У нас очень замечательная команда в клинике. Это 17 врачей, офтальмологи, анестезиолог, которые сопровождают каждую операцию. Мы большое количество времени уделяем учебе. Мы постоянно повышаем свою квалификацию. Мы ездим на всевозможные курсы, конференции. Мы, кстати, постоянно обновляем лазеры, диагностическое оборудование и вызываем обучающую команду на себя. То есть они приезжают в клинику, учат нас работать на новом оборудовании. Все это мы делаем для того, чтобы иметь возможность помочь нашим пациентам, вернуть зрение, улучшить его и быть настоящими профессионалами в своем деле. Спасибо вам, Ирина Сергеевна, что вы пришли к нам в студию, ответили на все вопросы. А продолжение нашей темы будет уже в другом проекте. Спасибо, что вы к нам пришли. До свидания. Это был Прямой эфир. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова